8 проектов будет реализовано до конца года в Твери в рамках программы поддержки местных инициатив. Всего же, начиная с 2016 года, горожане смогли притворить в жизнь 124 идеи на своих территориях рядом с домами. Между тем, иногда плодами труда активных граждан пытаются воспользоваться посторонние лица, как это происходит на улице Паши Савельевой. Эта многоэтажка на улице Паши Савельевой, казалось бы, одна из многих в Твери. В построенном в 80-х годах 9 этажей, 200 квартир. Однако на фоне других выделяется активным коллективом жильцов. В частности, они успешно приняли участие в программе поддержки местных инициатив. Федеральная программа, которая в городе проходит, мы вступаем в эти программы и стараемся попасть. Потому что своими силами, конечно, не сделать ничего. Это больших денег стоит. Площадки детские, все благоустройство, все ремонтные, все это все программные дела на доме. Эту автомобильную парковку жильцы также сделали благодаря участию в программе. Ровный асфальт, аккуратная разметка. Каково же было возмущение граждан, когда ей активно стали пользоваться строители соседнего здания. Например, когда поставили здесь бетономешалку. Да и вообще, в ходе работ они залезли на территорию девятиэтажки. Домовладение на этой парковке не заканчивается. На самом деле, граница участка проходит ровно по этому забору. А строители здесь разместили канализационный люк, половина которого как раз уже залезла на территорию дома номер шесть. И таким образом принадлежит жильцам. И они имеют полное право этот люк разломать, по крайней мере, наполовину. Оно и не удивительно. Стремясь по максимуму использовать и без того не самый большой участок, застройщики возвели здание практически по всей площади. Но это еще не все. По сведениям Натальи Сергеевой, здесь разместят магазин автозапчастей. И оба входа, для покупателей и для сотрудников, будут располагаться как раз с этой стороны. Въездная группа здесь, входная, вернее, в магазин. Хотя тоже совершенно не учтены никакие метраж никакой от тротуара. Тротуар заузили. Понимаете, это будет вообще чуть ли не на дорогу выходить. Где они собираются транспорт ставить? Я полагаю, опять же, на моей территории. Как и сейчас, сколько строили, все машины стояли у меня. На контакт владельцы здания не идут. И единственным выходом жильцы видят установку шлагбаума или электронных ворот. Удовольствие тоже не из дешевых. Поэтому, видимо, снова придется участвовать в очередной программе поддержки местных инициатив. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин